привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья соловьев ноет что ему не оставили выбора так захейтили его сына что теперь он вынужден его отправить на фронт самого красивого лондонского своего любимчика так как он сам все время призывает что подправили срочников всю молодежь на фронт за путина за родину и тому подобное также вам покажу видео где пропагандоны вдруг ни с того ни сего заговорили у нас не ходят поезда скоро и самолеты остановятся кто-то в этом виноват кто-то должен понести ответственность но это не путин надо садить всю власть пока имя путин они не называют на это выглядит очень интересно также вам покажу видео признание почему путин очень срочно хотел захватить харьков как можно быстрее там бесподобные приводятся аргументы вам будет очень смешно ну и в конце я вам покажу очень доброе видео которое я уверен растрогает всех хороших людей ну давайте начинать начать я хочу с немножко необычного видео какое население украины приблизительно президент у нас то вот так вот друзья этот молодой человек пришел освобождать страну от диктатуры лукашенко от этого фашиста бандеровца который захватил страну и силой удерживает власть народ против но вот он освободитель пришел спасать от лукашенко правда немножко в школе не учил географию и карты видать ему дали другие уже все равно куда идти хотя в голове видите он воюет с режимом лукашенко друзья дальше я хотел бы вам пока не озвучивая а в конце прокомментирую показать соловья всегда на войнах молодые то что мой сын молодой красивый парень с модельной внешностью вы размещаете его фотографии несколько лет недавности мы даже армию не используем и срочников даже не используем тут же начинается сопли вопли ой ой срочники будут воевать ох ох а он еще знаете и музыкант талантливый и снимает фильмы в том числе о православных храмах глубоко набожный парень а сейчас его благодаря вам травят так же как и второго моего сына и он не что-то пытаетесь передавить тварицы псошные но боевую задачу надо будет решать и вот боевую задачу естественно надо решать талантливыми молодыми умными прогрессивными которые тем более знают музыку снимают фильмы боя там же чем сейчас сатаной воевать поэтому скорее всего этот молодой человек как хотите хочет наверное огромное количество россиян которые слушают его эфиры пойдет служить чего к вагнер музыкант к музыкантам все хорошо штурмовые батальоны под бахмутом его ждут тем более соловью будет куда приезжать снимать свои репортажи он теперь гордо может верить всех 17 летних 18 летних отправляйте я же своего отправил или не отправит как вы думаете это я обращаюсь к россиянам можете написать в комментариях но лучше прийти в салфе of life написать это в комментариях вы услышите ровно то отношение какое власти к вам чтобы развеять иллюзии все свои следующее видео которое хочу показать это знаете россии вдруг задумались что что-то идет не так и так это всегда смешно выглядит как они начинают между собой спорить что скоро не будут ходить поезда не будут летать самолеты но кто в этом виноват может быть их отдать под суд давайте пойдем национализируем пойдемте национализируем давайте у немцев сейчас все заберем у нас станут сапсаны вот завтра станут мы на чем ездить бы на дрезина чем не на чем у нас есть но надо это просто признать конечно легко встать на броневик и сказать давайте все национализируем давайте а на чем мы будем ездить чем мы будем звонить что мы будем делать мы с вами что ли это мы привели давайте не знаю при ответственности привлечь он тех кто к этому привел давайте но от этого не появится сапсан сейчас новый самолет не появится дальнемагистрального самолета у нас нет да у нас все западное правительство и пожалуйста национализируем сейчас хочу делать то будем на следующий день что мы делать будем простой вопрос ответа нет а так конечно все с вами друзья здесь меня не удивило что они обсуждают как не работают санкции не удивило что в главном тв еще депутат госдумы ведущий говорит давайте привлечем к ответственности кто сделал так что до этого все дошло но не к ответственности там где-то на западе а у нас внутри но горит единственная сейчас это ни к чему не приведет сапсаны не поедут и такое для русского населения намек надо как-то это все закончить чтобы мы могли помириться у нас все поехала поплыла и тогда уже можно привлекать к ответственности сейчас временно это не спасет но вот такие закидоны на пропаганда нтв очень даже интересно дальше я вам хочу поставить доброе видео они же на нтв каждую неделю выпускают нового предсказателя я вам обычно по 30 секунд ставлю выдержки очередного предсказателя вот хочу вам на 10 секунд нового предсказателя показать они нашли очень умного но теперь они его привезли на передачу с афганистана так и иначе но то что джу байден всего лишь стали марионетка в чужих руках доказывают расчеты афганского пророка это кто это никто это никто это никто это никто почему потому что он сам никто ну великий афганский пророк на в карте украины показал байдена шульца кого-то третьего неважно серош никто следующее видео это знаете раскрывает тайну почему очень быстро еще все-таки эпидемия коронавируса где-то гуляла и путин начал войну он хотел мгновенно захватить хоть вот теперь тайну эту раскрыли я расследование провел недавно и понял почему путин захотел харьков захватить почему путину так очень нужен харьков потому что он болеет и только в харькове есть градусник который идеально подходит для его жопы так друзья во время записи не очень приятный момент пишут загроза запуска баллистических ракет это те которые мы не перехватываем наземных поэтому ускоряемся следующее видео мне очень многие спрашивали где он как он почему ты ничего не озвучиваешь но у меня была договоренность пока не будет этого эфира я не озвучиваю хочу вам показать одного белоруса который в полку калиновского вы его узнаете сами нет абсолютно не так качество подготовки уровень намного выше чем ожидали и в первую очередь конечно поражает ну количество боеприпасов которые используют потому что среднестатистический боец здесь за два-три дня отстреливает больше чем среднестатистический солдат белорусской армии и отдельно наверное выделить это инструкторы качество подготовки этих людей это люди которые прошли по нескольку горячих точек и это не теоретическая подготовка это боевая подготовка и ну честно говоря уровень кэшна уровень удивляется никто не ожидал что будет на таком уровне вы скажи калиласка ты тут находишься минавито уже на гэтым этапе маль три ты дни якие виды навычания вы тут проходите разом за всеми рекрутами из якой зброи стреляли и на огол якие твои уражения ну если огневую подготовку это уже четвертое оружие из которой я стреляю стреляли и наши калашниковы и м16 бельгийские чешские винтовки по подготовке да весь комплекс от медицинской да вот сейчас у нас взрывная подготовка весь спектр то что должно в идеале быть у нас сил специальных операций единственное что здесь нету вот этого вот бюрократизма никто не стоит тут на тумбочке то есть тут чисто огневая боевая подготовка и она идет в принципе с утра до вечера каждый день в полном комплексе это если коротко то что на самом деле рассказывать про это можно очень очень много друзья для тех кто не узнал напиши в комментариях вам скажут кто это это он позывной теперь хокинг последнее видео которое я вам хочу показать я уверен она вас не оставит равнодушным я просто мечтаю чтобы таких видео были сотни тысяч как можно можно быстрее славу всем добровольцам слава всем воинам украины что они этот день приближают а видео учитель приехал на ротацию и зашел в свой класс ты плачет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok